ПАРАД КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Начнем с крестового похода против контрабанды, которой затеяло украинское правительство. Потери от серых схем на таможне около 100 миллиардов гривен ежегодно. В этот незаконный бизнес вовлечены десятки тысяч человек. И чиновники, и таможенники, и пограничники, и обычные люди, которые уже привыкли жить за счет контрабанды. Как устроены эти схемы, выясняла Елена Зорина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛЕС Сигареты Алкоголь и даже наркотики. Везут, несут, переправляют по земле, воде и воздуху. Может, джипами приезжать на ту сторону, конями, квадрокоптерами, летаками. Из-за контрабанды нередко даже стреляют. Вот один из последних случаев. Поселок Красноильск. Стоять! Слышать! 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 Миллиарды мимо кассы. Кто крышует контрабандные потоки? Удастся ли эти схемы переломать? Это горный участок границы с Румынией. И, пожалуй, самый популярный среди сигаретных контрабандистов. Груз им подвозят практически под черту. Ну а дальше дело техники. Насколько нарушители быстро бегают и знают местные тропы. В народе их называют верблюдами за то, что тащат на себе сигаретные ящики. Вес груза порой достигает 85 килограммов. А заработки колеблются от 25 до 50 евро за ходку. Но все зависит от расстояния и тяжести. Но поймать таких курьеров удается не всегда. И даже если повезет, наказание для них всего лишь штраф. На контрабанде наживаются не только местные, но и мафиози, организаторы схем. Незаконной переправкой товара занимаются чуть ли не в каждом селе. Дворцы в несколько тысяч квадратных метров с фонтанами, прислугой и огромной территорией. Так выглядят особняки в приграничной зоне. На камеру местные говорят, занимаются бизнесом. К примеру, шитьем свадебных платьев. А это царское село, так называют район, вблизи черновцов. Здесь чиновники, прокуроры, судьи и контрабандисты живут по соседству. И разговор с журналистами у обитателей короткий. На улочках, как грибы, после дождя вырастают шикарные новые дома. Но даже строители не хотят говорить, за чьи деньги и для кого их возводят. Я не очень не разумею. А на русском, понимаете? Не очень. Чем занимаются люди? Над чем? Какой бизнес? Он всем, что может. Протоптанные тропы в Румынии. Вот фото месячной давности, сделанные в соседнем государстве. А в Украине даже не дыры, а комфортные калитки для контрабандистов на границе. И это далеко не все поблажки для переправщиков, говорят активисты. Наслідки боротьбы против контрабанды и коррупции на Буковине. Облили снизу бензин. Как построен здесь контрабандный бизнес, Валерий решается показать и нам. Едем в сторону границы. Между румынской митницей и украинской фура просто исчезает. Из Турции выезжает 20 тонн кожи, а в Украину заезжает 10 тонн тапочек, которые ничего не коштует. Активист рассказывает, когда идет контрабанда, на трассе дежурят специальные люди. Их называют фишкарями, которые обеспечивают безопасность прохождения груза. Иногда в схеме задействованы около полусотни человек. Как работают контрабандные схемы, хорошо знает и этот человек. Он бывший таможенник. В целях безопасности просят не называть его имя и не показывать лицо. Есть специальные люди, которые работают на митнице, уже знают, что это есть. Они подают предыдущие документы до митного оформления, уже с подробными инвойсами. На этих документах там нет ни отмиток ни одной из митниц из Европы, ни из Туречки, ни из Витки. Там только стоит фирма-отправника отмитки. Сигареты или что пожелаете можно провести без проблем. Эти машины, говорит наш собеседник, никто не досматривает и не взвешивает. Вся прибыль от такого бизнеса, утверждает, идет наверх. Есть четко оговоренные таксы. Больше 2000 долларов – это изменения, должны сдавать. Это дань из инспекторского склада. За один месяц пункт пропуска может сдать больше 10 тысяч долларов. А если не сдают, человек больше там не работает. В связке работают почти все. От контрабандистов до госчиновников, говорит экс-фискал Константин Лекарчук. Схемы, отложенные годами, и сейчас не изменились. Все государственные органы, которые есть на кордоне. Государственная служба, служба безопасности Украины, в какой смире прикордонная служба, ну и полиция, до речи, она никуда не сникла из этой деятельности. Именно главных контрабандистов области, говорят активисты, тоже известны. Один из них живет возле границы. Его империя процветает. Шикарные гостиничные комплексы и не только. Мает где-то 30 заправок. Побудувал такой гигантский комплекс. Николи нигде не прячевал. Что самое главное, что митный пост Чернівцы, внутренний пост. Митница арендует у главного контрабандиста. Подекают люди, люди, что у него там есть туннель на Румунию. Убытки государства. Доказательства есть на бумаге. Лишь по тих документах, что есть действительно доказательства, это полтора миллиарда гривен вбитков, и скрозь идут одни отписки. Чем закончится война контрабандных кланов, тех, кто их крышует и кто хочет жить честно, пока большой вопрос. Но очевидно, что эта война надолго и быстро разрушить схемы не удастся. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Геннадий Аникейенко и Юрий Малаок. Подробности недели в телеканал Интер. Но как бы контрабандисты не сопротивлялись правительству, отступать некуда, позади бюджет. Просто, чтобы вы понимали ситуацию. Вот актуальная статистика. За пять месяцев этого года уже наблюдается дефицит чуть больше 9 миллиардов гривен. А ведь при этом еще и растут ожидания людей. Ну, по тем же зарплатам и пенсиям, скажем. Министр социальной политики Андрей Реева уже пообещал сказать в начале июля, если возможность повысить минимальную зарплату и поступление от таможни, это как раз тот ресурс, за счет которого можно и дыры в бюджете закрывать, и дополнительные расходы обеспечивать. Например, в прошлом году борьба с контрабандой дала дополнительно аж 70 миллиардов гривен. Я всех закликаю до реальности борьбы. Я понимаю, что это серьезные вызовы, но я глубоко уверен в том, что мы должны делать дело честно, открыто, публично и в интересах украинских граждан. Я также закликаю всех правоохранных органов, все, за порушение законодательства, за сопротивление контрабанды, затримать, арештовывать. И я буду обратиться к органам судовой влады, которая полностью независима, чтобы непредвзято, публично, открыто рассматривать эти дела. И я могу быстро, чтобы каждый, кто до этого причетный, до фактического руйнации нашей экономической миссии был покаран. А что нужно сделать в первую очередь, чтобы сократить объемы контрабанды и направить средства в бюджет? Давайте обсудим с Татьяной Остриковой, народным депутатом и членом парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. Она с нами на связи. Спасибо, Татьяна, что присоединились. Вот смотрите, потери от контрабанды в Украине оценивают до 100 миллиардов гривен ежегодно. Согласны ли вы с такой оценкой и какие решения нужно принять, чтобы уже в этом году существенную часть вот этих громадных денег забрать у контрабандистов, ну и, конечно же, у тех, кто их покрывает и вернуть государству? Добрый вечер. Согласна, что происходит в экономике государства. Согласна, что происходит в территории Украины. И разница, и складывается обсяг контрабанды, соответственно, можно пораховать митные платежи. Но эту сумму можно, как минимум, подвоить, враховуючи те, что велика кількість товарей сегодня и не с Европейского Союза, а, например, с Китая, который нам не раскрывает информацию про митную вартность товаров, с Туреччины и других стран, которые не входят до Европейского Союза. Поэтому, безумовно, что сумма втрат величезна, уряд про неї знал завжди, и почему раптом зараз он решил прозреть, это великое вопрос. Инша вещь, что я задавала в Державной фискальной службе вопрос, каким чином порахованы 4 млрд долларов, и кто их раховал. Потому что я бы хотела мать от Уряда экономическое оборудование цієї цифры. И Державная фискальная служба поведомила, что не они раховали. Отже, в мене тоді виникает предпущение, что, возможно, это пораховало Министерство внутренних справ. И, соответственно, мы можем ставить такую цифру десь под суммой. Что же нужно сделать? В усьом цивилизованном свете иснует 4-5 довольно простых рецептов борьбы с порушением митных правов. По-перше, это сильная независимая митная администрация. Это именно тот орган, который должен выявлять и прекратить эти порушения. По-друге, это наявность эффективного обмена информацией про митную вартность товаров с иноземными митницами. По-третье, это невозможность реализации на территории Украины незаконно в черную везеного суди товару. И, по-четверте, это так называемый митный пост-аудит-контроль. Это когда товари выпускаются в вольный обе, но митница может переверить. И в разе, когда она считает, что митная вартность была занижена, она до-нараховывает митные платежи и стягивает их с такого гора импортера. В Украине, в принципе, Татьяна, я с вами соглашаюсь, механизм... Не имеет никакого. Татьяна, спасибо, вы уже ответили на этот вопрос. Механизмы, действительно, вы озвучили, они понятны. Вот вы заговорили о черном товаре. Дело в том, что пол Украины уже, говоря по правде, к этому черному товару привыкла. Некоторые эксперты пугают тем, что борьба с контрабандой может спровоцировать рост цен и дефицит товаров, если предприниматели будут платить на границе по ставкам существующим и реальным. Насколько эта угроза реальна или это просто, вы знаете, способ защитить контрабандистов, скажем? Вы знаете, сегодня белый бизнес, бизнес-асоциации, они хотят верить в добрые намеры влади, действительно, бороться с контрабандой и с теми схемами, которые пануют на митнице. Потому что от них, в первую очередь, страждая национальный производитель. Когда у нас взуття или одеждах завозится с Китая по доллару, а национальный производитель имеет себе вартость, например, виробництва 5 долларов, то, конечно, наша легкая промисловность лежит. Так само честные импортеры, которые, например, в белую завозят ту или иную технику, они сегодня неконкурентосты, сравненно с теми, кто эту технику завозит в черную. Но, че в этих черных контрабандистов и схемников, че в них набагато нижчие цены? Ні, я вам сразу скажу, что разница в цены не такая суттєва. Почему? Потому что они сегодня сплачивают корупционную частку в кишени, у высокие кабинеты. Сегодня, когда я спілкуюсь с предпринимателями, они показывают мне калькуляцию, куди забита, в том числе, Служба безпеки Украины, Внутрішня безпека ДФС, прокуратура, різные суммежные службы, как то фитосанитары, экологи, радеологи и другие. И вот вся вся братия, которая пильным оком смотрит за митницей и за действием перемещений товаров, она имеет свою корупционную частку из этих черных контрабандистов. Больше того, сейчас они пытаются белый легальный бизнес загнать в тень, чтобы поддерживать деньги не в бюджет, а себе в кишени. Понятно, значит, это не более чем спекуляции. Спасибо, что разъяснили. На мои вопросы отвечала Татьяна Острикова, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Вся Украина была потрясена жестоким убийством Рома во Львовской области. Произошло оно во время самого настоящего погрома. Жертвы, безоружные, ранен в том числе 10-летний ребенок. Преступники, группа школьников. Причина – ненависть. Это нападение осудили все. Политики, посольство, церковь, полиция обещают сделать все, чтобы защитить Ромов от возможных новых нападений. Вот только смогут ли это сделать? Разбирался Игорь Левенок. Село Баркасово, Закарпатье. Община Ромов прощается с Давидом Папом, которого убили во Львове 23 июня. Трагедия произошла здесь, на окраине Львова. Ночью группа подростков с ножами и битами напала на ромский табор. Давиду нанесли 15 ножевых ранений. Парень умер на месте. Его брат Радж оказался в больнице. Среди пострадавших – ребенок и женщина. Уже на следующий день полиция задержала девятерых львовских школьников 16-17 лет, а также организатора нападения 20-летнего Андрея Тычку. Они так, как бы сгуртувались совсем недавно, чтобы брать так по часу, в межах несколько месяцев. Их объединял вот этот один старший с метою наведения порядка в городе Львове. Такие где-то идеологичные идут закиды им. Задержанным уже сообщили о подозрении. Некоторым грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. Всего к нападению причастны 11 человек. Все называют себя членами группировки «Трезвая и злая молодежь». Сначала они занимались уборкой своего района. Затем ополчились против тех, кто мусорит, бомжей и наркоманов. Позже и против ромов. Родители и учителя утверждают об увлечении подростков ультраидеями. Не знали. Юрий не рассказывал ничего про этот вечер. Мы считаем, как родители, что детка не виновата. Мы просили суд открыть, чтобы был доступ журналистов и телевидения. Нашего обратного не приняли до уваги. События во Львове потрясли всю Украину. Это Ужгород. Ромы протестуют против расизма. Нас это болит. И все эти вещи, которые происходят на сегодняшний день на Закарпатте, это ненормально. Вбивать человека, потому что он ром. Прийти вечером в масках с ножем и зарезать человека. И зарезать детей, женщин. Это ненормально. Нужно нам не можно поехать в Львов, Тернополь, Киев? И каждый из нас есть рома. А в Киеве лидеры украинских ромов вместе с правозащитниками собирают журналистов. Говорят о недопустимости ксенофобии. И обвиняют представителей власти, которые, по их мнению, не предотвратили резню во Львове. Глава нацполиции Сергей Князев реагирует. Говорит, теперь ромов будут защищать лучше. Мы за эти вечерние дни должны обрабатывать, выявить места проживания, места тимчасового перебивания, транзит ромов по государству. И обеспечить их безопасность до тех пор, пока криминальная полиция и следствие нам не прозвитие, что джерело, которое инициирует такие ганебные правопорушения у нас в Украине, установлено и локализовано. Но где этот источник и почему участились нападения? Глава СБУ не исключает, во львовских событиях может быть российский след. Нападения на ромов были и до этого. Самое масштабное в Одесской области. Летом 2016-го рома из Лощиновки заподозрили в жестоком убийстве девочки. В селе начались погромы. Судно с задержанным длится по сей день. Сыганье вон! Сыганье вон! А это уже Киев. Весна нынешнего года. Члены праворадикальной организации С-14 выгоняют ромов из парка Лысая гора. Через два месяца история повторяется. Нас дружины сносят табор в Голосеевском парке. Свои действия называют борьбой с антисанитарией. Хуже воняет, чем в мохе. Но даже после погрома табор не уезжает из столицы. Молодой киевлянин Андрей утверждает, вечером того же дня ромы напали на него на улице. Бутылкой разбили голову. Парня по ошибке приняли за ультрас. Мы увидели, что выбегает толпа из-за церкви. Начинаем все разворачиваться. Я очень поздно это сообразил. Когда я почти перебежал дорогу, я почувствовал, что мне что-то прилетело в голову. Я сначала подумал, что, если честно, это какая-то граната. Потому что у меня резкая такая вспышка. Потом мне открыли глаза, все трясется. Мама Андрея написала заявление в полицию. Требуют наказать виновных ромов. Но до сих пор никого из них так и не нашли. Какой здесь может быть расизм, если это организованная группа, которая занимается шантажом, вымогательством, ограблениями? А когда с ситуацией не справляются власти, начинают действовать радикалы. Так считают эксперты. Работники лесопаркового хозяйства обращались в полицию. Полиция не реагировала. Раздражение и озлобление людей росло. И рано или поздно на это среагировали. Тогда уже было вынесено публичную плоскость. На это среагировали правые организации. Их бьют за то, что они принадлежат к сообществу, которое, по мнению устоявшемуся в обществе, если не является полностью преступным, то дает значительный процент криминала. Представители ромов с таким утверждением не согласны категорически. Последнее нападение на ромов обнажили давнюю проблему, которую никто не решает. Как интегрировать в общество ромские общины и тем самым изменить предвзятое к ним отношение. Игорь Левенок, Галина Якушко, Иван Ермаков, Юрий Голубенко, Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер. И все же в этом преступлении стоит отметить две важные детали. Первая – возраст и жестокость преступников. Вторая – то, что часть общества все-таки оправдывала погромщиков, несмотря на их жестокость. Почему это возможно? Мы задали этот вопрос Анне Малер, юристу-криминологу, которая всегда отлично разбирается в деталях. И вот, что она нам ответила. Недмирная жестокость характерна саме для осіб подлиткового века. И вообще пик криминогенов приходится саме на век от 16-17 роков и до 25. Тому меня абсолютно не дивует, что самая молодь совершает такие зухвалы и жестокие злочины. Это не секрет. Частина представителей цього народу вдаются до вчинения дребных злочин, и тут уже настаёт другий фактор бездіяльності нашей влады, а швидше правоохоронных органов, которые не реагируют на заявки громадян про вчинение дребных злочин. Мы не имеем права, это абсолютно безподставно, это абсолютно безподставно, звинувачивать будь-кого за национальну ознаку в том, что ця людина больше схильна до вчинения злочин. Но факт остается фактом. Не маючи официйных джерел доходу, не будучи социализованными, дейсно частина представителей ромской национальности вдаются до вчинения дребных злочин. И через то, что нема жодної реакции влади, дейсно у населення складается таке хибное вражение, что саме представники цієї национальности нібито больше схильні до злочинностей. Цим людям нужно обеспечить их конституционные права. Так, иногда эти права, если мы говорим про право дитини на обеспечение, про право дитини на медичное обслуживание, иногда это нужно делать примусово, потому что батьки могут обмеживать дитину в этих правах. Держава должна разобраться с тем, что и батьки в этих поселениях порушивают права детей. Социализовать это означает дать возможность реализовать и после этого належным способом реагировать на правопрошения, которые выполняются не только представителями этой этнической группы, а в принципе реагировать на дребные злочины, в которых просто погрязла Украина, и люди просто перестали даже через неверо обратиться к правоохранительству. Это подробности недели, и вот о чем мы будем говорить далее в нашей программе. ЗВОНОК ЗВОНОК в разгар сезона отпусков. ЗВОНОК Время перемен для Конституции. В нашей стране выстроилась уже целая очередь желающих изменить основной закон. Во-первых, предстоит переименование двух областей. Вслед за Днепропетровском и Кировоградом новые названия должны получить соответствующие регионы в рамках декоммунизации. И профильный комитет Верховной Рады уже согласовал названия областей Сечиславская для Днепропетровской и Кропивницкая для Кировоградской. Второе изменение инициирует президент Украины Петр Порошенко. Обещает уже в ближайшее время предложить поправку для того, чтобы закрепить в Конституции курс Украины в Евросоюз и НАТО. Тогда, мол, ревизия курса станет просто невозможной. Еще одна инициатива от президента новый конституционный статус Крыма. Порошенко призвал членов Конституционной комиссии активизировать работу по подготовке соответствующих предложений. Но и это еще не все. На финишную прямую может выйти и процесс отмены депутатской неприкосновенности. Я не вижу никаких причин, чтобы отвлекать скасывание депутатской недоторганности. Мы сделали все необходимое для этого. Предположили, что недоторганность будет снята с депутатов уже следующего откликания. И начинает действовать с 1 сечня 2020 года. Но все должны быть равны перед законом. И неделю 20 червня Конституционный суд принял соответствующий решение президентский президентский законопроект по изменению депутатов и в части недоторганности депутатов. И я на Рада, не развлекающий часу, как швидше прийме эти изменения для Конституции. Даже каждый народный депутат обещал сняти депутатскую недоторганность. Прошу. Сейчас очень хороший час для этого решения. Впрочем, кроме этих предложений есть еще и планы по коренному изменению Конституции. Одни хотят полностью перераспределить власть и усилить роль парламента. Другие убрать социалистический характер основного закона и сделать его более современным. И пока все больше людей думают, как Конституцию поменять, все меньше людей, и особенно в политике, стараются ее выполнять. Тему продолжит Ольга Теребинская. 393 нардепа и 24 часа. С 27 на 28 июня 1996 года в так называемую Конституционную ночь Украина получила свой основной закон. За символику голосовали 27 раз, за язык 17. Спорной была и преамбула, в которой упоминался Бог и вопросы по статусу Крыма. Но компромиссы нашли. Под контроль президента нардепы отдали исполнительную власть на значение премьера, силовиков и губернаторов. Но уже через 8 лет передумали и Украина превратилась в парламентско-президентскую. Депутатов теперь избирают не на 4 года, а на 5. И под контроль коалиции переходит выдвижение премьера и назначение министров. И вот 2014-й дежавю. Депутаты восстанавливают нормы конституции 2004-го. Главным снова стал парламент. Враховывая ситуация, какая есть в Украине, я прошу сейчас консолидованно проголосовать за эту постанову. Но вот проблема, которая следовала за всеми этими изменениями, это то, что они вносились и работали исключительно под конкретную власть или ситуацию, но не для людей, говорят политологи. Законы должны быть более глобальными, более дальновидными, более, скажем так, гибкими с одной стороны, а не вот такими топорными и на скорую руку. Вот эта фастфудовская такая законодательная база, она очень губительна, потому что это только временное устранение политического голода, да, или скажем так, решение какой-то ситуативной проблемы, а не комплексное решение. Сейчас в конституционном суде 277 жалоб от граждан и юридических лиц и 41 конституционное представление. Только оппозиция направила туда около 18 различных заявлений, которые до сих пор не рассмотрены. Но где поговорят, проблема не в том, что конституция плохая, а в том, что ее просто не выполняют. Могу привести три примера, самых таких красноречивых. Статья 46 Конституции Украины, она обязана государство обеспечить пенсию не ниже прожиточного минимума и которая обеспечивает достойное существование и жизнь пенсионеров. Это нарушено, прямое нарушение Конституции. Статья 49 Согласно этой статье должна быть бесплатная медицина в стране. Статья 70 Конституции, по которой каждый гражданин страны по достижению 18-летнего возраста имеет право принять в выборах и референдумах. Что у нас произошло? На самом деле полтора миллиона переселенцев сегодня решены право голосовать. Конституция гарантирует украинцам безбедное существование права на собственность, труд и жилье. Но власть имущие часто забывают об основных принципах и обещаниях народу. После 14-го года много людей, не только я, поняли, что надо менять эту ситуацию, надо ставить в центре человека права и свободы, выше территориальную громаду, как объединение свободных людей с правами, свободами и обязанностями, и только вверху ставить государство, которое все время тянет на себя. Государство что такое? Это люди, чиновники, которые получают доступ к бюджету к нашим деньгам и наживаются за насчет. Отмена неприкосновенности, введение двухпалатного парламента и сокращение количества нардепов. Это лишь некоторые из существующих проектов изменения основного закона. Но все же Конституция должна отвечать вызовам времени и реалиям современного мира. Конституция гарантует нам право на свободное житие, на участие, на медицину, на свободные воспитания, на повагу до нашей гидности. Конституция требует от нас поваги и дотримания. Сейчас Конституция потребует удовольствия, но очень важно, чтобы все эти удовольствия служили интересам украинских Ромадян. Но главное, чтобы закон был один для всех, ведь только тогда Украину можно будет назвать суверенным, независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Ольга Тервинская, Сергей Келемник и Сергей Ведмитин. Подробности недели в телеканал Интер. Какие идеи по изменению Конституции реально осуществить? И можно ли поправками к тексту основного закона изменить то, что у нас Конституцию слишком часто не выполняют? Это темы для разговора с политическим экспертом Тарасом Загородним. Он присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Тарас. Давайте по пунктам. Первый вопрос. Ваше мнение. Реально собрать 300 голосов за отмену депутатской неприкосновенности? Ну, на данном этапе я не вижу, как это произойдет. Если внимательно почитать то, что выдал Конституционный суд, там есть ссылка достаточно интересная на модную у нас уже Венецианскую комиссию, которая еще где-то в 2003 году отметила, что в нынешней ситуации нестабильности институтов депутатская неприкосновенность является гарантией демократии в нашей стране. Поэтому я не исключаю, что депутаты будут ссылаться на этот пункт. Это раз. Второе. В ответ сразу же депутаты примут закон про специальные следственные комиссии, которые у нас уже 20 лет не принимаются. А это фактически путь, который открывает к импичменту президента, и на этом все закончится. То есть будет такой клинч и не будет ни с той стороны, ни с той стороны. Поэтому я не верю, что на данном этапе неприкосновенность будет снята. Спасибо. Хорошо. Когда стоит, по вашему мнению, ожидать закрепления в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО? И вот вдогонку вопрос, какие реальные последствия могут быть у такой нормы? У нас все-таки в Конституции есть много норм, которые часто нарушаются, даже если они очень конкретно выписаны. Эта норма, я считаю, что ее реально будет принять. Почему? Потому что это все-таки уже часть избирательной кампании, в первую очередь Петра Порошенко, который ориентируется на электорат, который симпатизирует НАТО и ЕС. Сил для закрепления это в парламенте в принципе достаточно. Я не исключаю, что именно эта часть будет внесена в Конституцию, а также как переименование областей. Хорошо. Следующий пункт. По вашей оценке, политики все-таки могут пойти на увеличение полномочий Верховной Рады, ну и таким образом превращение Украины в парламентскую республику? Или все же вот эти предложения это не более чем предвыборный пиар? Как вы считаете? Я считаю, что на данном этапе это пока невозможно. Почему? Потому что пока ни одна из сил не понимает, а как это конвертируется конкретно в ее преимущества. То есть, например, если какая-то сила настаивает на парламентской республике, предположим, насколько есть высока вероятность, что руководитель этой политической силы становится премьер-министром. Пока, учитывая достаточно нестабильную ситуацию как на президентской гонке, так и парламентской, пока я не вижу бенефицаров этого и кто сможет продавить эту норму. Поэтому высока вероятность все останется так, как есть. Тарас, вопрос очень острый для многих наших телезрителей. Вот как быть с теми социальными правами, которые, ну согласитесь, очень щедро гарантируют наша конституция, но которые все 22 года не очень-то и выполняются. Например, нормы о бесплатной медицине, бесплатном образовании. Они так и останутся декларативными? Ну, смотрите, тут правовая казуистика, в действительности там написано, ну там, например, бесплатная медицина, но не написано, например, в каком объеме. А наша власть говорит, ну вот вам первичная медицина, там вы придете к врачу один раз, вот вам и бесплатно, там, да. В конституции же не написано, что там лечение дальнейшее является, предположим, бесплатным, там, и в каком объеме. То есть это, как бы, на этом будут играть, в первую очередь, наши политики, используя вот такое, ну, в принципе, эта конституция не должно быть написано, но, в принципе, они будут этим играться, и, к сожалению, это будет так. Ну, тут вопрос только в реакции людей на то, что фактически идет нарушение конституции, как они будут голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, для того, чтобы показать, что они недовольны тем, что происходит сейчас. А раз еще вот одна тема о собственности. Конституция гарантирует в Украине полноценное право собственности на землю. Но политики при этом регулярно продлевают моратории на продажу земли, тем самым, ну, как бы, нарушая эту конституционную норму. Вот ваш прогноз, сколько лет еще должно пройти, сколько состава Верховной Рады измениться, ну, чтобы хотя бы в земельном вопросе Конституция и реальность не противоречили друг другу? Ну, к сожалению, у меня в этом отношении пессимистический сценарий в том, что тут вопрос не будет Верховной Раде или в кабинете министров. Судя по темпам, которые наша власть набирает долги, и нас усиленно загоняют долги, нас подводят к теме, что вы будете продавать землю. Вот. И я не исключаю, что под давлением внешних кредиторов нас будет по самому негативному сценарию заставлять продавать последний ресурс. Это касается и земли, это касается и нефти, и газа, это касается приватизации предприятий. То есть, сейчас идет систематическое, нас систематически загоняют в долги, не давая, фактически, развивать промышленность, экономику, и поэтому, к сожалению, этот ресурс будет либо, ну, разграблен по такому вот достаточно циничному принципу. Тут вопрос даже не в парламенте, просто заставит это сделать внешние кредиторы. Ну что ж, спасибо за эти ответы. Политический эксперт Тарас Загородний был на связи со студией подробностей недели. Медреформа на низком старте. Уже через несколько дней, с 1 июля, официально начнутся перемены по модели Ульяны Супрун. Меняется порядок финансирования медучреждений. Ну и все эти миллионы деклараций, которые уже успели подписать украинцы, выбрав семейных врачей, получат реальное административное содержание. Итак, кто сможет воспользоваться медреформой, и кто точно останется за бортом украинской медицины, выясняла моя коллега Галина Якушко. Я ничего не саботую. Вы знаете, куда спеши? У нас что, кинез-свидов, получается? Старт медицинской реформы во Львове был бесполезным. Местные чиновники так боялись за сохранность персональных данных пациентов, что сперва подключаться к электронной системе отказывались, заменив ее надежными тетрадками. Сейчас технический прогресс все-таки дошел до львовских медучреждений. К примеру, в четвертой коммунальной больнице провели интернет, на столах новенькие ноутбуки, пациентов регистрируют. При интерьере вдруг что-то сховано, но я не буду по шухлятам чужим. Ну, как минимум, зарядка, но в руках есть. Так. Взлома уже не боятся. Приходит пациенту смс, и это его кодовое слово. Кроме пациента, и еще тут я, каждый дает слово, которое складывается, что ты больше бог знает, только пациент и компьютер. Больше того никто не знает. Но вот там, где возникает человеческий фактор, система все-таки дает сбой. Пациенты жалуются, некоторые врачи отказываются заключать договоры с пациентами, и тогда по старинке все решает звонок. Имя хочет воспринять? Имя не хочет. Ага. Если тебе завидуют, если завидуют, а звонят, то имя втянут. Вообще, с 1 июля официального старта МИД-реформы для людей мало что изменится. Врачи должны будут принимать и пациентов с декларациями, и без них, по крайней мере, до конца этого года. Подписать нужно. Выбор семейного врача зависит от собственных предпочтений. Можно выбрать доктора, который принимают возле дома, которого посоветовали друзья, или о котором вы прочитали на форуме в интернете. Для меня врача определила пресс-служба городского совета, ведь про съемку пришлось договариваться заранее. Надеюсь, это будет показательная семейная амбулатория. Как-никак, здоровье им доверяю. Мы не ошиблись, амбулатория от горсовета образцово показательная. Внутри новые мебель, плазменные телевизоры, ухоженные вазоны. В коридоре очередь. А вот здесь информация о моем враче. Написано врач высшей категории, стаж работы 13 лет. Заведующие. Паспорт и идентификационный код, все, что нужно для заключения декларации с семейным врачом. Врач просит придумать кодовое слово и оставить контакты человека, которому можно звонить в чрезвычайной ситуации. Не на телефон приходит секретный код регистрации. Якушко Голина Викторовна. С этого момента мы с вами склали декларацию. Ну вот и все. Не прошло и десяти минут, и у меня на руках декларация договор с семейным врачом. Мой пациентский долг выполнен. У вас же много записано? Да. На сегодняшний день укладено 1700. Сейчас с вами посмотрим точно. 1740 укладенных деклараций на сегодняшний день. В этой поликлинике всего лишь шесть врачей. К ним уже записалось больше десяти тысяч пациентов. Нагрузка огромная. Чтобы принять всех, работать медикам приходится сверхурочно. Львовским медикам тяжело, но их коллегам из области еще тяжелее. В сельских амбулаториях аншлаг. Ведь врач только один. Все боятся, что лежат за списком. Что не выйдут. У нас только один лекарь, а больше четырех тысяч населения. А ведь Минздрав установил четкий лимит. На одного врача две тысячи пациентов. Но тут, в Пникутской амбулатории, это точно не действует. Кстати, еще полгода назад здесь все было совсем по-другому. Не было даже туалета, а компьютер держали под замком в кладовке. Мониторы, системный блок и все комплектующие. В Пникутской амбулатории семейной медицины преобразили до неузнаваемости. Пошпаклевали и покрасили стены. Уложили брусчатку и заменили крышу. А вот здесь даже сделали ландшафтный дизайн. Внутри тоже порядок, здесь теперь дневной стационар. Вот только пациентов в систему вносят не всегда. Теперь персонал ждет главного, обещанного повышения зарплаты. Ведь основные изменения с 1 июля должны произойти в работе медиков. Их будут увольнять и заново принимать. Уже по трудовому договору. Согласно ему, оклад медсестры должен возрасти до 12 тысяч гривен. А семейного врача до 20. Но сколько медики будут получать на руки? Еще вопрос. Ведь больницы переводят на финансовое самоуправление. Медучреждения должны будут подписать договор с Национальной службой здоровья. И сами распределять деньги, которые ходят за пациентом. В том числе и на благоустройство больниц. Тело Берегово во Львовской области. Чтобы добраться до медпункта, нужно пройти несколько десятков метров по такой вот грязи. Внутри обстановка не лучше. Это кадры, которые мы снимали в Берегове полгода назад до старта медреформы. Но в этом медпункте не было даже самого необходимого. И по черзе, как наливаю воду на одну руку. Помало ставлю чайник. Размываю воду. Все так же без воды и умывальника работает медсестра Ольга. Но теперь еще и на работу приходит пораньше, чтобы убрать. Ольга волнуется, что амбулаторию могут вообще закрыть. Те самые старенькие двери. Оббитые ступеньки. Похоже, в лучшую сторону в амбулатории в Берегово пока ничего не изменилось. Разве что грязь немного просохла. Как-никак лето на улице. Не лучшая ситуация и в Закарпатье. Кстати, именно эту область в Минздраве назвали одним из аутсайдеров. Мол, и заключать договоры с надслужбой больницы не спешат. И декларации с пациентами подписывают слабо. А может просто не могут? Я пришла оформляться до вас. Амбулатория в селе Ставном. Терезия Николаевна пришла подписывать декларацию. Но здесь нет интернета. Ее данные медсестра вносит в систему у себя дома. Иначе никак. И такие технические проблемы в украинских селах повсеместно. В Минздраве заявляют, на данный момент декларации подписали 10 миллионов человек. За каждого пациента больница будет получать 370 гривен. И 240 за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения. Но декларацию еще не подписали. Галина Якушко, Марина Коваль, Юрий Голубенко, Юрий Ковалев. Подробности недели телеканал Интер. Полтора миллиона человек на птичьих правах. Вынужденные переселенцы это одна из самых незащищенных групп в нашем обществе. В любой момент у них могут отобрать пенсию, другие социальные выплаты. Например, просто из-за проблем с учетом на месте регистрации. Скандалы с чиновниками, суды, протесты. Почему переселенцы вынуждены проходить через все это, чтобы получить то, что им положено по закону, разбиралась Инна Томина. Из оккупированного Кировска в мирный Бахмут Людмила с детьми выехала несколько лет назад. Еще в самом начале войны. Сильные были бомбежки и страшно было за детей. Так получилось, что в молодости я осталась вдовой. И уже в 2015 году я второй раз вдавила. Без мужской поддержки женщина сама все же сумела купить маленький домик, устроилась на работу, на детей оформила пенсию. Но только с помощью от государства начались проблемы. Так как мы были переселенцами, нас постоянно блокировали пенсию. Новые законы, новые всякие поправки. Пенсию заблокируют. Придешь, исправишь, опять блокируют. Когда я стала уже местным жителем, снялась с учета как переселенец, мне начали выплачивать беспроблемно. Но в том году 2017 на ребенка, которой было запрошено электронное пенсионное дело на Донцова Вадима, она была прекращена. Семья Людмилы опять появилась в списках переселенцев. А значит, женщине опять нужно доказывать свой статус. Несколько месяцев ушло на судебную волокиту. Но как только она процесс выиграла, все повторилось. Пенсию перестали начислять уже второму ребенку. Причина та же – старая прописка. Сталкиваемся с случаями, когда действительно люди приобрели жилье на подконтрольной Украине территории до начала конфликта. Но в паспорте у них когда-то стояла прописка «Город Донецк», «Город Горловка». У них также могут быть проблемы. В такой же ситуации и Николай Калашников из Донецка. Он уже года три живет в Бахмуте, в доме родителей, который оформил на себя. За время войны только один раз выезжал в родной город. Но органы соцзащиты и пенсионный фонд упорно считают его переселенцем. В февраль месяце я был без денег. Пошел я, взял справку переселенца, принес реквизиты, счет открыл в банке, приношу. Уже все вопрос решился, пришел апрель – нет проплат. В мае месяце пришлось опять идти убивать, выплатили. В апреле пришел, за мае выплатили. Две. Приходит июнь – опять та же история. И таких историй тысячи. Вот только вспоминают о них нечасто. Сейчас вспомнили после резонанса, когда из-за поездок за границу лишился пенсии освобожденный из плена террористов ученый Игорь Козловский. Я пошел до пенсионного фонда и спрашиваю. Он говорит, что действительно у вас нет выплат, потому что вы принесли кордон Украины. Ну и что? Ну, согласно постановке обмена, каждый внутренний поселенец, когда принесли кордон Украины, ему прекратится выплата пенсии. Ученый действительно ездил в Европу, где общался с журналистами и политиками, как свидетель военного конфликта на Донбассе. Я выезжал в Брюссель, выступал в Европарламенте. Мы говорили про ситуацию на Донбассе, про заручников, которые там есть. Невыплаченные деньги ему уже вернули после вмешательства первых лиц государства. Вот только не повторится ли ситуация снова? Ведь в планах Козловского еще не одна загранпоездка. Есть международные конференции в Чехию, есть запрошенные в Францию, в Ватикан. Официально в Украине более полумиллиона переселенцев-пенсионеров. Чтобы получить выплаты, все они должны пройти спецпроверку. Есть некая система Аркан, которая якобы отслеживает людей, которые выехали на оккупированную территорию и находились там более 60 дней. И, соответственно, на основании этих списков прекращаются справки переселенцев. И прекращаются любые выплаты. В мае месяце достаточно большое количество внутренне перемещенных лиц были лишены статуса и выплат на основании списков системы Аркан. То есть это те списки, которые передают в СССР органы пограничной службы. Но даже те, кто успешно прошел проверку, пенсию получают с перебоями. По разным причинам. Кому-то говорят, что они удалены из базы. Кому-то предлагают подождать до особого распоряжения правительства. Мы знаем о том, что в кабинете министров не было принято каких-то дополнительных постановлений, которые ограничивали бы эти выплаты. Если мы говорим о майской проблеме, то это было связано исключительно с техническими проблемами. И я знаю, что пенсии были восстановлены. Восстановили, да не всем. Список претендентов на выплаты существенно сократился. Раховали громадской организацией, что с квитня месяца по травень, то есть за весну, пенсийный фонд перестал выплачивать пенсии больше чем 75 тысяч внутренних перемещенных людей. Не ждавшись объяснений, сотни переселенцев пошли в суды добиваться восстановления выплат. Да и Верховный суд в мае признал, что лишать пенсии людей из списка СБУ незаконно. Но пенсийный фонд подав апелляцию, и сейчас Великая палата Верховного суду будет расследовать эту справу в вересне. На 4 вересня призначено слушание. И это означает, что в судах, по сути, эти справы заблокованы. Из тысяч обращений и сотен дел, переданных в суд только нашей организации, уже десятки людей не дожили до положительных решений в отношении своих пенсий. Но отсудить свою пенсию еще не значит ее получить. Держава говорит, что нет, мы эту пенсию вам выплачивать сейчас не будем. Вы за нее когда-то вернитесь, когда держава выгадает механизм, каким образом вам это выплачивать. Юристы говорят, когда неподконтрольные территории вернутся под контроль Украины, на выплату пенсионного долга уйдет не менее 60 миллиардов гривен. Ведь согласно решению Европейского суда по правам человека, пенсия – это законное имущество каждого украинца. Инна Томина, Ирина Баглай, Богдан Савруцкий. Подробности недели, телеканал Интер. Сегодня появилась информация о том, что жертвой нападения стал зам командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Павел Щербань. Инцидент произошел еще в среду вечером в Житомире. Неизвестные нанесли Щербаню на живое ранение. И хотя угрозы его жизни нет, состояние стабильно тяжелое. Ведется расследование. Накануне на переговорах в Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 июля на период сбора урожая. И хотя гарантий, что боевые действия прекратятся, никаких нет. Но переговорщики, в том числе и со стороны боевиков, подтвердили свое намерение выдержать условия перемирия. Пока же на фронте очень горячо. За минувшие сутки десятки обстрелов. Есть погибшие и раненые. Истории людей на войне в материале нашего военного корреспондента Ирины Баглай. Смотрите далее. Минометы, ствольные артиллерии и танки на длине фронта с севера до юга снова канонада. Это то, что насобирали наши пехотинцы после обстрела российской артиллерии возле села Богдановка. Снова изуродованная воронками земля. Ракеты против танковой. И под вечер они накрыли 120-мм минами с минометов и попали по нашим позициям. И у нас есть втраты. От прямого попадания мины трое наших бойцов погибли. О том, что нужно готовиться к новой волне обстрелов, пехотинцы под Горловкой знали еще несколько дней назад. Чули технику, а это обходы. Было постучание боеприпасов. В них. И все. А как вы знаете, что боеприпасов? Ну, было тоже пару дней. Теперь опять активизация. Но тут боевики используют калибр поменьше. Все потому, что позиции наших бойцов слишком близко. Они боятся по себе попасть. Но все, что меньше 80-ти миллиметров, прилетает со всех сторон каждую ночь. Откуда прилетает? С правого, с левого. Сюди все летит. А в последние дни под выстрел можно попасть и днем, говорят бойцы. Значит, не понятно, откуда он стреляет. Ну, вот даешь. Так и пострелы не засекте. Кучу ничего не видно. Все. А как? Прицельный сидит? Нет, это не прицельный. Это просто может быть прострелочный. Также на посту, наблюдая за противником, погиб 20-летний Роман. Утром, как только в районе Донецкой фильтровальной станции, зону патрулирования покинул экипаж ОБСЕ. Видимо, на прицеле его давно держал снайпер боевиков. Выглянув, блеснув оптикой и сработал снайпер. Даже не утром, а примерно в такой поры, уже ближе к 12-ти. Прошило голову, каску сняло. Зона вокруг Донецкой фильтровальной станции по-прежнему горячая точка на фронтовой карте. И снова боевики прикрываются предприятиям, которые обеспечивают соседние города, водой. Был выезд техники со стороны ДФС. На ЗУ-23 выезжало, ввели провокационный обстрел. Гранатометы работали тоже. Стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть зафиксировано камерами, все это четко видно. Не успели в Минске договориться о бессрочном перемирии с 1 июля. На фронте, в окопах под Южным, наши военные уже отражали многочасовую атаку. У вас два! Вот такой обстрел беспрерывно продолжается все утро и уже целый день. Отбить атаку удалось, только применив ответный огонь. Окупанты пытались прорваться в село. Во время боя двух бойцов убил вражеский снайпер. Село Южное фактически пригород Мирного Торецка. Местные жители вынуждены арендовать жилье в городе или выезжать к родным, когда начинаются обстрелы. А кто-то надеется на прочность своего дома. Это еще строили до войны эти пленники, что говорят дома наши. Ты надеешь, что выдержит? Ну, надеемся. Но крепкие стены не уберегли от осколков эту супружескую пару. У меня страх появился еще в 15-м году, когда у соседки дом сгорел за считанные секунды и человек чудом остался живой. Если бы не соседи Пархоменко, которые ее вытянули оттуда, она бы тоже загорела. Да, после этого я через неделю уехала. Почти три года бежавшая от войны женщина жила у сына в Испании. Но мужу выехать не удалось и месяц назад она вернулась домой и теперь оба в больнице со скулочными ранениями. Помылся, вышел с душа, в хату шел, вот тебе поймал. Просто волну внесла в летнюю кухню и в спину поймала что-то. Я подумала, что у меня спина горит, одежда. Я сразу начала руками пробовать, вроде бы огня нет. И я чувствую, что меня что-то футболку держит. Я дергала футболку, ну, такой маленький осколок, упал мне под ноги. Крымская, Водяное, Богдановка, Зайцево, Южная, Авдеевка. География пылающего фронта растет. В сторону этих населенных пунктов снова летят снаряды. А за армейскими картами атак и сухими ежедневными сводками не всегда видны погибшие бойцы. Раненые люди и разрушенные дома. Ирина Богдан, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Подробности недели, телеканал Интер. Очередное вооруженное нападение в Америке. В штате Мэриленд убиты пять человек. Преступник ворвался в редакцию местной газеты и открыл огонь. Погибли четверо журналистов и один технический сотрудник редакции. По меньшей мере трое получили ранения. Очевидцы описывают первые минуты атаки как боевые действия. Люди прятались под столами и слышали даже как убийца перезаряжает оружие. В какой-то момент он просто прекратил стрелять. Всего из здания успели эвакуировать 170 человек. Так что жертв могло быть намного больше. Известно, что злоумышленник повредил себе кончики пальцев, чтобы его не опознали по отпечаткам. Впрочем, кто он все-таки выяснить удалось благодаря системе распознавания лиц. По данным журналистов, шесть лет назад этот человек подавал на газету в суд за клевету, но иск не был удовлетворен. В полиции говорят, что это нечто вроде вендетты. Несмотря на это нападение, газета сегодня вышла на первой полосе фотографии и истории об убитых журналистах. Это уже 154 подобное преступление в США всего лишь за 6 месяцев этого года. Вооруженное нападение одна из самых острых проблем Америки. В России ежегодно из-за преступлений с применением огнестрельного оружия погибают около 11 тысяч американцев. Ускорить вывод американских военных из Сирии. Вот такую задачу собирается решить Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки. Эту информацию со ссылкой на свои источники распространил сегодня телеканал CNN. Но не только о Сирии будут говорить президенты. Война на Донбассе тоже станет одной из тем на переговорах. Вот только удастся ли прийти к конкретным решениям, разбирался Дмитрий Анопченко. Зрада или перемога? Этот вечно украинский спор сейчас и на страницах американских газет. Все строят догадки, надавит Дональд Трамп на своего визави или пойдет на компромиссы. И будет потом рассказывать прессе, как в случае с Кимчененом было, мол, его собеседник отличный парень. Сомнений много, ведь все, что к этому моменту известно достоверно, это лишь место и время 16 июля в Хельсинки. Полиция финской столицы уже сообщила, начала подготовку к переговорам Трампа и Путина. В город перебросят дополнительные подразделения полиции. В день самой встречи стоит ожидать усиленных мер безопасности. Силовикам не привыкать. В прошлом Хельсинки видели и встречу президента Форда с Леонидом Брежневым в 75-м, и исторический разговор Жужа Буша с Михаилом Горбачевым в 90-м, и переговоры Билла Клинтона с Борисом Ельциным в 97-м. Но ни одна встреча не вызывала столько споров и вопросов. Боюсь, что саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком Кремлю. Делится опасениями со страниц Вашингтон-Пост, один из лидеров-демократов в Конгрессе Адам Шифт. Боюсь, его готовность поладить с Путиным может стать причиной уступок, которые не отвечают американским национальным интересам. И если Трамп будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ина, для Путина это будет гигантская победа, прогнозируется страниц Нью-Йорк Таймс, экс-посол США в России Майкл Макфоу. В ответ на всю эту волну критики в пресс-службе Белого дома пока лишь огласили главные темы будущей встречи. Заявив, я процитирую, Дональд Трамп надеется, что переговоры снизят напряженность в отношениях и положат начало конструктивному сотрудничеству. Вот эта фраза – снизить уровень напряженности. В эти дни она звучит от самых разных людей из команды американского президента, от рядовых сотрудников пресс-службы до Джона Полтона и Майка Помпео. По-видимому, это формулировка, придуманная спичрайтерами. А вот что стоит за ней? Трамп об этом тоже говорил. Думаю, мы будем говорить о Сирии, а также об Украине. Мы многие вопросы сможем затронуть, а там посмотрим, что будет. Ведь на переговорах никогда не знаешь, что случится. И параллельно неофициальную версию сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники. Дескать, для Трампа важно достичь конкретных договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Якобы план Белого дома таков – позволить властям страны вернуть контроль на территории в районе иорданской границы, взамен получить четкие гарантии России, что режим Асада не будет преследовать повстанцев, даст ему идти. А на юго-западе страны – создать зону деэскалации, максимально ограничив влияние Ирана. Где в этой сложной геополитической игре место для Украины? Вот это и будет обсуждать все это время оставшиеся до финской встречи. По обе стороны Атлантики и в Киеве, и в Вашингтоне станут искать признаки, кто зрады, кто перемоги. Из неофициальных источников с американскими дипломатами я услышал, что на уступки Белый дом идти не намерен. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. А на этой неделе появились первые данные, которые подтверждают, что Ким Чен Ын все-таки пытается обмануть Дональда Трампа, да, и весь остальной мир. Хотя сингапурское соглашение между Кимом и Трампом предусматривает полный демонтаж ядерной инфраструктуры Северной Кореи, спутниковые снимки доказывают, что Пхеньян продолжает модернизацию своего единственного ядерного центра в Янбёне. Именно там КНДР производит оружейный плутоний. На территории центра строятся новые дороги и здания, в том числе и для промышленных нужд. Впрочем, и полный набор санкций против Северной Кореи пока остается ведь в силе. Напомню, Трамп решил продлить их еще на один год. А уже на следующей неделе в Пхеньян отправится госсекретарь США Майк Помпео. Его задачей будет обсуждение конкретных и проверяемых шагов по остановке северокорейской ядерной программы. Северная Корея понимает масштаб требований, которые мы выдвигаем по поводу генуклеаризации и те шаги, которые необходимы. Одно из них это очевидно четкое понимание, от чего именно надо избавиться. Радиоактивные вещества, которые есть у них. Их возможности для продолжения разработки таких материалов, попытки военизации, проекты в области инженерной физики, бомбы и ракеты, которые предназначены для того, чтобы их доставить. И мы тут достаточно недвусмысленно говорим, что именно подразумеваем, говоря, полная генуклеаризация. Президент Украины призвал мировых лидеров реагировать на ситуацию с украинскими заложниками в России и на оккупированных территориях так же, как и на отравление в Солсбери. Петр Порошенко поблагодарил мировое сообщество за единство по этому вопросу, но отметил, что одних только заявлений и выражения обеспокоенности мало. Нужны конкретные действия. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой так и не удалось встретиться с Олегом Сенцовым. Напомню, сегодня уже 47-й день голодовки украинского режиссера. Всю неделю Денисова пыталась попасть на территорию колонии, где содержится Сенцов или добиться хотя бы какой-то конкретики о том, когда встреча с ним станет возможной, но результата нет. Ранее Денисовой отказали во встрече с Романом Сущенко. Как российские власти препятствовали украинскому омбудсмену? Смотрите далее. 47-й день голодовки. Ни семья, ни официальные лица нашей страны так и не получили достоверную информацию о состоянии здоровья заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Кто-то скажет, как Олег Сенцов? Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в Россию уже во второй раз и который день безуспешно пытается попасть в колонию к Олегу. Денисова ссылается на недавние договоренности, достигнутые в ходе телефонных бесед глав двух государств. Президент Российской Федерации дал гарантии допуску меня, как украинского омбудсмена, до украинских увязанных. Вот и все. Что и требовалось доказать. Никто не намерен выполнять никакие договоренности. Но нынешняя позиция Кремля кардинально отличается от заявленной. Дескать, пускать украинского омбудсмена к Сенцову незаконно. Наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она, Денисова, гражданка Украины. Сенцов – гражданин России. Хотя сам Сенцов неоднократно заявлял, что он – гражданин Украины. Доказательства омбудсмен Украины показывает документы о поступлении Сенцова в колонию. До колонии 8-й самодоставили гражданин Республики Украины Сенцова Олега Геннадьевича. Новый оригинал. В личном деле паспорт, который выдан в Украине. Но, тем не менее, Денисову к Сенцову до сих пор не пускают. А российский уполномоченный по правам человека Москалькова уверяет, что Сенцов в порядке и даже цинично называет голодание лечебным. Тогда почему Олега так упорно прячут? Украинского режиссёра Олега Сенцова обвинили в подготовке терактов в Крыму. Назначить Сенцов в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима. Его освобождение требует мировая общественность. А 14 мая Сенцов объявил голодовку до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политзаключённые на территории России и в иннексированном Крыму. А это больше 60 человек. Фируза Бегматова. Подробности недели. Телеканал Интер. Ещё одного украинского политзаключённого в России, Станислава Клыха, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила его мать, Тамара Клых. И ещё стало известно, что во время последней встречи со Станиславом адвокат заметил серьёзное ухудшение состояния его здоровья. Я процитирую. Сознание путанное. Речь плывёт. Он с трудом ориентировался в разговоре. Шефтеры украинских моряков вернулись домой. Ещё в ноябре 2016 года они были задержаны в Греции. И вот всё это время находились под запретом на выезд. В Министерстве иностранных дел обещают освободить и других наших граждан, которые вот так же застряли в этой стране. Несколько сотен украинских моряков по разным причинам удерживаются греческими властями. Итак, кого сейчас удалось освободить, посмотрите далее. Этих двух лет как будто и не бывало, да? Прогулка по набережной с любимой. Об этом он мечтал почти долгих два года. Молодой человек, как и шестеро других украинских моряков, оказался узником в Греции. Своё путешествие моряки начали ещё в августе 2016-го. Судно РС-397 вышло из Мариуполя. В Черногории загрузили товары и направились в Ливан. Но в пункт назначения крабль не прибыл. Поломка. Скитание в нейтральных водах, а затем уже в Греции задержание по подозрению в контрабанде сигарет. Зашли к нам вооружённые люди с автоматами, посадили все на палубу. И взяли на буксир и притянули в Палёхару на острове Крити. На следующий день пришли полицейские с собаками, обыскали всё. Ну и каждый день мы ждали, когда мы попадём домой. Это затянулось на два года. И всё это время в ожидании обвинения шестеро украинских моряков жили прямо на стареньком корабле. Весной этого года наша съёмочная группа неоднократно была на РС-397. Прошу аккуратно, потому что трапы у нас такие. Проходим. Сына. Вот каюта такая. Это бывший мостик. Были, а есть крысы. Так и нет. Здесь живёт у нас повар. Как он здесь помещается, я не знаю. Без ветоши не открывается, без ветоши не закрывается. Но ещё хуже дела обстояли с провиантом. Денег у моряков не было. С продуктами и самым необходимым помогали волонтёры и местные жители. И всё это время дома экипаж дали родные. А Светлане было тяжело вдвойне. На задержанном судне оказались её сын и муж. Женщина постоянно поддерживала связь с родными. Но когда несколько дней назад Юра сообщил маме, что их скоро отпустят домой, сразу не поверила. Ведь таких попыток уже было несколько. И вот долгожданный звонок. Уже из Украины. Накрывали стол, ждали. Конечно, всё, что хотели. Больше всего хотели селёдку. Я спросила, что приготовить. Говорят, мы хотим селёдку. Всё, больше ничего. Не верили сразу и сами моряки. Министерство иностранных дел. Спасибо им. Они нас встретили в аэропорту. Дорога домой была хоть и желанной, но нелёгкой. На самолёте в Киев, дальше на автобусах с пересадками в Херсон. Первое впечатление от родины – холодно. Совсем не так, как в Греции. До сих пор не верится. Что дома. Для Юрия это был четвёртый рейс. Говорит, чувствует вину, что именно он предложил отцу отправиться в плавание. Хотели заработать денег. Даже сейчас другого способа заработать молодой человек не видит. Ведь нужно оплачивать учёбу в морской академии. Будем идти в рейс. Но я рассчитываю через месяц уйти уже. Тут же ж не найдёшь работу. Юрий уже помогает своему другу на прогулочном катере. А ещё переживает за судьбу украинских моряков с других арестованных судов. Которым повезло меньше, чем ему. И на ранее кончили из Украины ездить в Грецию. Я встретил прокурора. И решили, чтобы он поможет, чтобы быстрее решение. Делали, что все остальные будут быстрее. Заввободили и придут в родину. К слову, капитан РС-397 всё ещё вынужден оставаться на корабле. И когда сможет вернуться в Украину, пока неизвестно. Богдан Вербицкий, Марина Михайловская, Алексей Умманский и Елена Зорина. Подробности недели телеканал Интер. Автобус с украинцами попал в аварию в Румынии. Троих детей доставили в больницу. В полиции считают, что виновник ДТП водитель автобуса. Якобы он был просто невнимательным на дороге. В результате автобус перевернулся. Всего в нём было 60 человек. В основном дети. Они возвращались с отдыха в Болгарии. 15 часов переговоров и, наконец, пришли к соглашению. Лидеры стран Евросоюза нашли решение миграционной проблемы. Ну, по крайней мере, им кажется, что согласованные меры снимут напряжённость в Европе, вызванную потоком миллионов беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Вот что это за решение и о чём ещё смогли договориться на саммите в Брюсселе, знает Елена Абрамович. Программу саммита лидеры ЕС изменили в последний момент. Проблемы с миграцией, торговая война США оказались настолько значительными, что даже вопрос о присоединении балканских стран к ЕС пришлось отложить ещё на год. И без этого спора в Европе хватает. На второй план отошёл и Брэкзит. Всё это спровоцировала Италия, которая стала требовать пересмотра общеевропейских правил распределения мигрантов. В прошлом году на долю этой страны пришлось более 60% беженцев, которые попадают в Европу по серединоземноморским маршрутам. Евросоюз же на фоне снижения потоков миграции в другие страны кризисное положение в Италии замечать не хотел. Многие говорят о кризисе, но мы говорим о цифрах. И сегодня они более чем на 80% ниже, чем в прошлом году. То есть мы имеем дело с вполне управляемыми цифрами, и не стоит паниковать. Новый премьер-министр Италии, который впервые участвовал в саммите, нашёл способ обратить внимание на проблему. Он стал витировать все подряд решения лидеров, пока не добился более-менее внушительных обещаний в вопросе миграции. Такое поведение вызвало у многих возмущение. И в результате саммит затянулся почти до пяти утра. Но всё-таки компромисс был найден. Хотя ещё пару дней назад в противоположном была уверена даже немецкий канцлер Ангела Меркель. То, что нам удалось достичь общего мнения по самому сложному вопросу, миграция – это хороший знак. Мы договорились о пяти главных принципах, но по двум касающимся вопроса о процедуре предоставления убежища по-прежнему необходимой политической консультации. Но я оптимистично настроена на продолжение работы, несмотря на то, что ещё многое предстоит сделать, чтобы преодолеть разногласия. Договорились создать центры для мигрантов в тех странах, которые на это, что важно, добровольно согласятся. Отмена принудительного распределения беженцев особо порадовала Венгрию и Польшу, которые упорно отказывались принимать мигрантов по установленным ЕС-квотам. Это очень хороший компромисс. Мы достигли того, к чему стремились. Есть положение на тему переселения на добровольной основе. В новосозданных центрах Евросоюз будет определять, кого отправить домой, как экономического мигранта, а кому дать статус политического беженца. И тут попахивает колючей проволокой, написали западные СМИ. Кто именно согласился на такие центры, пока непонятно. Раньше Франция с Италией предполагали их создание за пределами ЕС. Но, например, Албания сразу заявила категорически против, даже если ей за это пообещают членство в Евросоюзе. Поскольку некрасиво, цитирую, держать в лагерях людей, как отбросы. Впрочем, в Брюсселе пока настроены весьма оптимистично. Этой ночью мы сделали важный шаг. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения или триумф взглядов отдельных наций. Но нам удалось найти европейское решение. Довольный итальянский премьер перестал вставлять палки в колеса. И даже не протестовал, как обещал ранее, против продления экономических санкций Евросоюза в отношении России. Лидеры без обсуждения оставили их в силе еще на полгода. А также призвали Москву признать свою ответственность за сбитый в июле 2014 года в небе над Донбассом Боинг с ремостами, сотнями пассажиров на борту. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Европейское бюро телеканала Интер. Ну, кстати, президент Украины уже поблагодарил европейских лидеров за продление санкций против Российской Федерации. Петр Порошенко особо отметил усилия Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в том, чтобы сохранить объективную оценку войны на Донбассе. Но не только Евросоюз лихорадит из-за миграции. Накануне в Вашингтоне протесты против миграционной политики Трампа закончились задержанием почти 600 человек. Протестующие в основном женщины прошли маршем по американской столице к Капитолию. После того, как они попытались проникнуть в здание американского парламента, начались задержания. Протестовали также и некоторые конгрессмены из демократической партии. Главное требование – это отменить так называемую политику нулевой терпимости к нелегальным мигрантам, которую начал Трамп, и которую протестующие считают уж слишком жестокой и несправедливой. Завтра в Вашингтоне планируют новую акцию протеста. Вот, кстати, после долгих месяцев молчания на публике появился экс-президент США Барак Обама. Он выступил с речью перед фандрайзерами из Национального демократического комитета и предостерег демократов от мыслей о том, что Трампа будет легко победить на следующих президентских выборах. Мол, Трамп играет со страхами избирателей, в том числе перед мигрантами. А страх – это очень сильный инструмент влияния на общество. Таким был посыл Барака Обамы. Продолжаются протесты и в Молдове. Суд отменил там результаты выборов мэра Кишинева. На них победил оппозиционный кандидат. В результате уже несколько недель жители города пытаются защитить свой выбор. Ситуация осложняется еще и подготовкой к парламентской кампании. Выборы должны состояться уже осенью этого года. В оппозиции считают, что результат и парламентских выборов могут отменить или сфальсифицировать. На сегодня в Кишиневе также планировалась большая акция протеста. Насколько массовая она была и чего ожидать дальше от протестующих? Все это узнаем у моего коллеги Андрея Анастасова, он в Молдове. Андрей, я тебя приветствую. Скажи, какая ситуация сейчас в Кишиневе и что планируют протестующие дальше? Добрый вечер, Алексей. Революцией в Молдове пока не пахнет, хотя ситуация действительно напряженная. Буквально через день в Кишиневе акции протеста. Сегодня, например, пикет состоялся у здания Центризбиркома. Людей на него пришло относительно немного, всего несколько сотен, но это не показательные цифры. Дело в том, что подвела погода, шел проливной дождь, да и основной митинг запланирован на это воскресенье. К слову, в прошлое воскресенье на аналогичную акцию на площадь Великого национального собрания пришло порядка 20 тысяч человек. Такие цифры приводят организаторы. Теперь же людей ожидается еще больше, ведь на днях высшая судебная палата Молдовы подтвердила то решение, против которого, собственно, и протестуют молдаване. Стоит также отметить, что акции проходят мирно, никаких столкновений с полицией, но как долго сохранится такая обстановка, непонятно. Ведь и власти, и оппозиция не готовы идти на компромиссы. Что же стало причиной конфликта и почему это может иметь судьбоносное значение для страны, об этом в моем сюжете. Зонтики, чай и хорошее настроение. Который день в Центральном парке Кишинева собирается протестная молодежь, обсуждают новости и планируют акции. Констанция Дахатару, архитектор по профессии, обычно на митинги не ходит принципиально, но говорит не в этот раз. Мы будем здесь, мы будем ждать людей, мы будем общаться. У нас у всех работа, у нас у всех семья, но сейчас уже стакан так переполнят, что сидеть дома просто нельзя. Все началось 3 июня, когда проевропейская оппозиция победила на выборах мэра Кишинева. Им стал глава партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Нестаси. Но уже 19 июня столичный суд аннулировал результаты выборов. Причина – прямая трансляция, которую Нестаси ввел в фейсбуке в день голосования. В ней он призывал молдаван прийти на избирательные участки. Независимо от того, за кого вы будете голосовать, выходите на голосование и выбирайте того, кого вы хотите. В получасовом стриме судьи усмотрели незаконную агитацию, которая повлияла на результат. Затем это решение подтвердила апелляционная инстанция и, наконец, в этот понедельник – высшая судебная палата. Причем ее вердикт обжалованию не подлежит. Нестаси больше не мэр. Кишинев взорвался протестами. Тысячи людей на улицах считают, у них украли последнее право избирать власть. А ведь не за горами осенью парламентские выборы. Главный антигерой – лидер демократической партии Молдовы Влад Плохотнюк, политик и бизнесмен. Оппозиция считает, именно он стоит за нынешними решениями, поскольку контролируют в республике все ветви власти. Сейчас у них правительство, они контролируют юстицию. То есть даже если могли быть какие-то вопросы, кто это все контролирует, уже такого нет. В демпартии, которая, к слову, тоже проевропейская, обвинения отрицают с решениями судов, согласны. Дескать, Нестаси действительно агитировал, и это незаконно. Считают, оппозиция сама и спровоцировала эту ситуацию, чтобы в дальнейшем выставить себя мучениками режима. Факт то, что у нас не было никакого интереса. Факт в том, что сейчас люди протестуют, кто-то делает себе электоральную кампанию, потому что это в преддверии парламентских кампаний. А вот в ассоциации «Промо-Лекс» – это главная неправительственная организация, которая следит за выборами в Молдове, с правящей партией не солидарны. Наша позиция, что данный случай – это не стойное, как призыв к избирателям идти на выборы. Это не является агитацией. И это главный момент, с чем мы не согласны. На кризис в Молдове резко отреагировали западные партнеры. В Евросоюзе сказали, отмена результата выборов подрывает доверие госструктурам. Молдавских граждан, которые лишились, цитирую, своего мэра Андрея Нестасим, в Госдепе США решение судов назвали непрозрачными и необоснованными. Что касается президента Молдовы Игоря Дадона, известного своими пророссийскими взглядами, то он произошедшее назвал результатом правления евроунионистов. Теперь главный вопрос – что дальше? Эксперты говорят, оппозиция оказалась перед сложным выбором. Либо согласиться с унижением, либо начать полномасштабную протестную войну. В ситуации, когда у лидеров протестного движения не будет четкого представления о том, как действовать в этих условиях, протестный потенциал может быть растранжирен. Наступит очередное разочарование, людей уже на улицы сложно будет вывезти. И оппозиция уже объявила о создании национального движения сопротивления. Призывает граждан создавать ячейки протеста по всей стране. Главное требование – признать результаты мэрских выборов. Никакой дилеммы у нас нет. Никто соглашаться с этим беспределом не собирается. Оппозиция будет протестовать и дальше, пока мы не избавимся от этой диктатуры. Масштабная акция протеста в Кишиневе запланирована на это воскресенье. Сегодня же появилась информация, что премьер Молдовы Павел Филипп с оглядкой на реакцию Запада попросил Министерство юстиции проанализировать законодательную базу, на основе которой принимались скандальные судебные решения. Означает ли это, что власть пошла на попятную, узнаем в ближайшее время. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Кишинев. Госслужба статистики отчиталась о зарплатах в Украине в мае этого года. Итак, средняя номинальная зарплата в стране теперь 8725 гривен. Больше всего получают работники финансовой и страховой отраслей. В среднем по 15 тысяч гривен в месяц. А вот меньше всего зарабатывают медицинские работники. В среднем 5747 гривен в месяц. Кстати, вот эта цифра очень показательна на фоне старта медицинской реформы в нашей стране. Пока законопослушные граждане отдыхают, квартирные воры работают не покладая рук. Ведь лето для них – горячий сезон. Как не стать жертвой домушников, разбиралась Феруза Бегматова. Хозяева в отпуск, воры в гости. Количество квартирных краж зашкаливает. Сезон домушников в самом разгаре. Полиция то и дело фиксирует оповещение с охранных систем. Но в ту ночь наши герои не успели вызвать наряд. Вырезал вот так квадратик, аккуратненько, клазером руку туда, открыв ключом двери и зашел. Супружеская пара, Эмилия и Василий Козюки уже готовились ко сну. Почала собачка гаукать. Думаю, несу в ванну, чтобы она там гаукала, потому что человек спит. И в коридоре встречаю крадея. В капюшоне с повязкой на лице и с ножом в руке. Угрожая, он довел хозяйку до спальни. Там лежал муж после инсульта. Вор заставил Эмилию отдать все сбережения. После потребовал и золотые украшения. Этот блеф сработал, вор испугался и выбежал из дома с награбленным. Уже после пострадавшие вызвали полицию. Их дело уже два месяца покрывается пылью правоохранителей. Люди не захищены. Люди для них, как мухи. Ни малейших сдвигов, ни информации от следователей. Но в одном Эмилия уверена. То, что наводка была стопроцентная. Именно по наводке грабители действуют в большинстве случаев. На обум на дело идут разве что дилетанты. Это Владимир Шаповалов. В криминальных кругах лорд. Сейчас продюсеры телеперсона. В прошлом известный домушник со стажем. Опять-таки же работают профессионалы. Они могут следить и по три месяца. Пользуются такими примочками, как печенье подложить под коврик. Таким образом они узнают, что когда приходят хозяева, когда уходят. Домушники сперва за жертвами следят. Изучают график и хозяев, и соседей. На дело идут и средь бела дня, когда владельцев нет дома. И ночью, когда те спят. И в магазин за вами идут. И ведете вы ребенка в садик. То же самое. Если воры выбрали квартиру, то шансы уберечь свое добро у владельцев минимальны. Но хуже всего то, что люди сами своим поведением привлекают грабителей. Итак, идем на эксперимент. Устраиваем проверку на бдительность. Составляем анкету, псевдосоциологический опрос о предстоящем отдыхе. По легенде, мы выясняем, больше ли стали путешествовать украинцы после ведения без виза. На самом деле, узнаем, когда хозяев не будет дома. Здравствуйте. Я присоединился на социальных исследованиях. Первый выстрел. Готовы пройти анкету? И сразу попадание. А мне не попадаетесь. А когда попадаетесь? Ну, завтра. Завтра? Мы уточнили, целые сутки квартира свободна, а значит, открыта для незваных гостей. Это будет причина к телевизору? Так. До пасхи поедем. Хотя попадались и не такие доверчивые. Это центр социальных исследований. Проводим опрос. Но быть недоверчивыми к незнакомцам недостаточно. Случайно слить информацию грабителям могут и люди из близкого окружения. Каждый раз, подходя к тумбочке, думая о том, как же беспечно, я вела себя относительно своих денег и того, что я заработала. Потому что в один момент я потеряла достаточно большую сумму денег, которую я кладывала на покупку новой машины. Казалось бы, квартира Лилии с первого взгляда ничем не отличается от соседних. Но грабили именно ее. Мы организовали встречу Лилии и Владимира Шаповалова. Ну, рассказывайте, спрашивайте. Консультация криминального профи и жертвы. У вас замки были взломаны или открыты? Нет. Открыты. Открыты. Вот. Полиция сказала, что просто открыли. Нет, мыечка. Там были бы царапины, там в любом случае было бы. Вот я же о чем и говорю. Поэтому сделали слепок. Ни взлома, ни царапин. Вероятнее всего, у грабителя была копия ключей. Кто может иметь более такой доступ к вашим сумке, к ключам? Родственники, знакомые и так далее. Вот и все. Сделать слепок это две секунды. Сейчас режете пожилом. Из песни слова не выкинет. У вас было разбросано там на кухне крупы, высыпание? Все идет к тому, да, вот по вашему, да, рассказу. Я реально понимаю, что кто-то у вас из близких нечист на руку. Как защититься и чем отпугнуть современного грабителя? У вас дверь замечательная. Ее не надо менять. А по поводу замков, то замки надо реально менять. Ну, у вас даже вот верхний замок, бабочка, он даже без титановой накладки. Хотя и титановая накладка тоже не помогает. Но она задерживает вора. А время для вора – самый важный фактор. Если они не смогут скрыть его там за три минуты или пять, они отказывают же. А вот сигнализация, по мнению Владимира, пустая трата денег. Если мы там знаем, что охранное агентство там приезжает там за десять минут, то мы проникнем в квартиру и сделаем свое дело за восемь минут. Да, панацеи нет, но все же надежные двери, замок – неплохая преграда для воров. А еще и молчание – золото. Не стоит хвастаться долгожданным отпуском. Ведь проанонсированная, к примеру, в Фейсбуке поездка может закончиться ограблением. А социальные сети давно стали сетью, с помощью которой воры легко ловят доверчивых и тщеславных. Фируза Бегматова, Ольга Паломарюк, Геннадий Аникеенко. Подробности недели – телеканал «Интер». Масштабное извержение вулкана началось на Бали в Индонезии. Международный аэропорт на острове закрыт. Отменены уже пять сотен авиарейсов. Это коснулось почти 80 тысяч туристов. Вулкан активизировался вчера. Столб пепла и дыма достигал высоты двух с половиной километров. Любопытно, не застрял ли на острове кто-то из украинских политиков? Ведь все-таки четыре выходных у нас, а наши политики, ну, очень любят отдыхать в теплых странах. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова